У него нет имени, нет родителей, да и его самого еще как бы нет. Он выкидыш, который вопреки всему остался в живых. Это маленькое существо весом всего 940 граммов еще не меньше трех месяцев должно было находиться в утробе матери. Но на сроки 14 недель 25-летняя девушка из приморской глубинки, чтобы привать беременность, начала принимать китайские таблетки. Не успокоилась она и тогда, когда ребенок уже вовсю шевелился и толкался в ее теле. Травила его и дальше, да так чтоб уж наверняка. Но плод, оторгнутый матерью и ее организмом на 26 неделе беременности, выжил. У мальчонки еще не до конца сформировались многие важные органы, поэтому его жизнь целиком зависит от пластикового кювеза. Теперь сложная медицинская аппаратура насыщает маленький организм кислородом и не дает ему замерзнуть. Малыш, язык не поворачивается назвать его плодом, еще не может сам глотать, поэтому, чтобы он не захлебнулся. Медсестры, деление реанимации и интенсивной терапии, роддомокатетером откачивают из ротика лишнюю жидкость. Сегодня, ему седьмые сутки. Если мальчик их благополучно проживет, то, говоря сухим медицинским языком, его переведут в категорию дети, дадут имя и свидетельство о рождении. Комментарий, Екатерина Фетченко, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии, новорожденных роддома 3 города Владивостока, несмотря на то, что плод несколько месяцев травили, в развитии он не отстает. Он находится под круглосуточным наблюдением медперсонала и получает все необходимое питание и лечение. Его мать сбежала из роддома, как только освободилась от него. Она не подписала отказ, поэтому такого ребенка впоследствии вряд ли кто-то сможет усыновить, и он вынужден будет всю жизнь скитаться по детским домам. Сегодня в 23.00 мы выпишем нашему маленькому пациенту справку о рождении, и он станет полноценным человеком. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!